От решений к действиям. В городе прошло первое заседание избирательной комиссии. Предоставляется полная свобода для воли изъявления белорусскому народу. Сколько бюллетеней получат бобручане? Незаконный бизнес. Задержан торговец реквизитами банковских карт. Чем обернулась нелегальная продажа? Праздник нам приходит. В Бобруйске идет подготовка к новогоднему балу. Какими номерами удивят в этом году? А также праздничный маршрут и медицинское открытие. Ученые Белоруссии разработали оригинальный метод лечения диабета. В чем суть? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. В Бобруйске прошло первое заседание избирательной комиссии. Началась активная подготовка к проведению выборов при содействии горы исполкома. В соответствии со сформированным графиком работы все 11 членов комиссии будут ежедневно встречаться с избирателями с 10 до 19 часов, в субботу до 14. Напомним, в феврале этого года был подписан закон об изменении избирательного кодекса Белоруссии. Нововведение затронули как процесс проведения кампании, так и требования к кандидатам в депутаты. Этап выдвижения начнется 17 декабря. Самое главное в нынешней избирательной кампании – это то, что предоставляется полная свобода для волеизъявления белорусскому народу. И при этом ставится надежный заслон провокаторам и демагогам, мечтающим дестабилизировать нашу страну. Единый день голосования назначен на 25 февраля 2024. В Бобруйске избиратели получат по три бюллетеня по выборам депутатов Палаты представителей, областного и городского советов. Всего же белорусам предстоит одновременно избрать около 13 тысяч депутатов всех уровней. Нелегальный сбыт. В Бобруйске задержали продавца банковских реквизитов. 19-летний местный житель начал свой бизнес в 2019-м. Сначала молодой предприниматель продавал карты сам, позже нанял помощников. Искали тех, на кого можно оформить кредитки для сбыта. Стоимость реквизита варьировалась от 3500 до 10 тысяч российских рублей. В компьютере фигуранта найдена база с персональными данными более 1300 человек. Помогали просто так или за деньги? Помогал мне проценту. Процент давал какой процент? Говорил самому оператору, я правил, грубо говоря, 50 рублей. 50 рублей за что? За человека. В ходе расследования наложен арест на имущество подозреваемого на общую сумму более 100 тысяч белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело. Свыше 5000 белорусов за три недели пострадали от гололедных и холодовых травм. Зимой количество обращений к медикам увеличивается в 2-3 раза. Важно помнить о потенциально опасных местах. Это ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта и горки, в том числе детские. Если травмы избежать не удалось, нужно обратиться в больницу. Типичными травмами, которые происходят с людьми, это переломы лучей в типичном месте, то есть предплечья, и травмы голеностопов. Возрастные люди, как правило, падение переносят очень тяжело. Медики рекомендуют отдавать предпочтение удобной обуви. Чтобы избежать падения, лучше носить сапоги на шипованной подошве из плотной резины. Кроме того, чтобы избежать обморожения, необходимо выбирать свободную одежду из натуральных тканей. Перчатки, шарф и шапка – неотъемлемые атрибуты зимнего гардероба. Погодные условия, высокий уровень и новые правила. С 1 января в республике изменится заполнение дубликата трудовой книжки. Какие нововведения? Громкие заголовки дня – далее в специальном обзоре. В 2024 долю отечественных изделий планируют увеличить до 62%. В основном это будет касаться прикасовой зоны и непродовольственных товаров. Сейчас пищевой сектор белорусской продукции занимает 78%. В некоторых группах показатель доходит до 100. Мясом, молоком и яйцами внутренний рынок обеспечен полностью. Ученые Беларуси разработали оригинальный метод лечения диабета первого типа при помощи клеточных технологий. Проект существует три года. Результаты испытаний подтвердили эффективность. Из крови пациента готовится специальный биомедицинский продукт, который после вводится обратно в организм. Уникальную терапию получили уже 20 человек в возрасте от 18 до 40. Госавтоинспекция призывает к предельной внимательности и осторожности на дорогах. Из-за мокрого дождя и снега, возможно, гололедится. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что все машины остановились. С 1 января в республике изменится заполнение дубликата трудовой книжки. Согласно новому постановлению, наниматель обязан не только запрашивать информацию с предыдущих мест работы сотрудника, но и подтверждать ее сведениями с индивидуального лицевого счета в системе государственного социального страхования. Также оформление будет проходить в два этапа. В Беларуси началась предварительная продажа билетов на новогодний экспресс детской железной дороги. Первое отправление планируется 23 декабря. Состав продолжит курсировать во время школьных каникул. Длительность праздничного путешествия – 2 часа. На станции «Сосновый Бор» будет организованное театрализованное представление. Пора чудес! Побруйск во все готовится к Новому году. Совсем скоро развернется ярмарка, начнут работать елочные базары. А традиционный бал соберет лучших учащихся города. О том, как проходит подготовка к праздникам Елизавета Липеева. Праздник к нам приходит. Уже 14 декабря на главной площади развернется предновогодняя ярмарка. Ассортимент порадует разнообразием. Продукты, питание, горячие напитки, детские игрушки и сувениры. Все желающие смогут закупиться с 11 утра до 9 часов вечера. В снежную погоду такие уличные магазины станут отличным поводом для прогулки. Такой зимы давно не было уже у нас. Так что можно и погулять, и радоваться зиме. Да, на самом деле пропустили момент, когда лето закончилось, началась уже такая зима. Отличная зимняя атмосфера, новогодняя. 15 числа в Центре ДОП образования детей и молодежи пройдет изысканный новогодний бал с участием руководства города. В праздничном в Викританце закружатся 100 учащихся 10-11 классов. Приглашение на светский вечер они удостойны за высокие результаты в учебе, творчестве и спорте. Самая красивая пара получит титул короля и королевы бала. Ребята очень заинтересованы, они сами хотят побольше научиться танцевать. И действительно, я думаю, что в этом году будет очень шикарный бал. Отрепетированы в принципе все номера, такие как полонез, тампета, лансье, вальс, полькознакомство, падепатинейр. Тампета, лансье, они в прошлых годах не танцевались. Это действительно самые новые номера. Масштабное театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет 16 декабря. Сказочные персонажи будут ждать горожан в 16 часов на социалистической. От театра драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича волшебная колонна отправится на Максима Горького и финиширует на площади Ленина, где в 17.15 главная елка засияет тысячами огней. По предварительным подсчетам это будет самое массовое шествие. 147 пар Дедов Морозов и Снегурочки, а также другие участники театрализованного шествия около 310 человек. Мы все ожидаем, что это будет очень интересно, незабываемо и приглашаем всех жителей нашего города, а также гостей, полюбоваться этим зрелищем. Кроме того, в субботу начнут работать елочные базары. Разместятся они на социалистической Минской интернациональной 50 лет ВЛКСМ. Пушистую красавицу жители города смогут приобрести с 10 до 19 часов. В ассортименте будут новогодние деревья разной высоты, срубленные и в катках, а также букеты из ароматных веток ели. Елизавета Липеева, Юлия Вернард, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360. В продолжении темы. На площади Ленина изменится организация дорожного движения. В связи с праздничными мероприятиями перекроют сквозной проезд по Пушкина и Максима Горького. Ограничение будет действовать с 13 декабря по 14 января. ГАИ призывает водителей отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут. Сразу после нас Бобруиск.Лайф. Моя коллега Мария Бересневич расскажет, чем чреваты игры с петардами, как действовать, если человек провалился под лед и в какой момент новогодние огоньки становятся опасными. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА